Итак, наш объект – жилой дом с гаражом. Мы познакомились с заказчиком, посмотрели на местности площадку, на которой будет выполнено строительство дома. Заказчик передал нам проект. Готовый проект со всеми разделами. Что необходимо сделать до начала выполнения работы? Первое. Необходимо согласовать в Комитете архитектуры и строительства района, в котором расположена площадка, наименование проекта, фасады, планы. То есть мы едем в администрацию района, находим главного архитектора района, показываем ему проект, и архитектор ставит штамп, что согласован. Если проект не вызывает, то никаких подозрений. Как правило, никаких подозрений, которые проект не вызывают. Это первое. Второе. Нужно детально привязать объект к местности, вынести в оси обноску и определить, где будет расположен дом, как будет выглядеть его проекция относительно других построек. Третье. Необходимо провести изыскание на предметное отличие вблизи каких-то существующих центральных сетей. Канализация, водопровод, электричество, слаботочных сетей. Если же площадка для строительства объекта расположена за пределами местности, где есть центральная сеть, значит, нужно определиться, где будет выполнена скважина, если отсутствует центральный водопровод. Определиться, где на участке будет выполнена сеть канализация, с септиком, с полями фильтрации. Определиться, где идет телефонный кабель по улице. Ну, с телефоном проще. Чтобы можно было подключить телефон, интернет. И определиться с электричеством. Ну, в участке, как правило, сеть электричества самая простая. Она везде всегда проходит. Ее подключиться проще. Другое дело, когда объект имеет повышенные требования по киловаттам, но какой-нибудь повышенной комфортности, тогда нужно обращаться в РЭС за тех условиями. За тех условиями вообще по-любому нужно обращаться. Даже если РЭС района выдаст минимальные какие-то киловатты, то тогда уже сравнивать их с киловаттами, которые необходимы дому. И тогда, возможно, придется подключаться к высоковольтной линии с установкой трансформаторной подстанции. Так, по сетям все. Отопление в доме. А, отопление. Если проходит где-то газ, тогда необходимо делать проект, так же, как на электричество, и планировать подключать газ к нашему дому. Вот газовый котел. Если же газа вблизи нет, тогда рассматривать варианты. Заранее это уже нужно делать, изучив проект. Рассматривать варианты, какой котел можно установить. на билетах, на амрикетах, на дровах и так далее. Вот это первое минимум, которое необходимо сделать до начала выполнения работы. Дальше следите за нами, мы будем рассказывать. Продолжение следует...